какие техники динамического тестирования бывают какие самые популярные техники основанные на спецификации и другое сегодня мы разберемся с этим вместе меня зовут игорь и вы снова на канале qlabs поехали и сегодня мы поговорим про динамическое тестирование или техники тест-дизайна значит мы еще раз помним о том какая же разница между статическим и динамическим тестированием разберем что же такое динамическое тестирование в деталях и более подробно рассмотрим динамические техники тестирования или техники тест-дизайна давайте для начала вспомним разницу между статическим и динамическим тестированием. Статическое тестирование направлено на тестирование документации и программного кода, то есть до запуска программного обеспечения или до запуска программного кода. В случае с динамическим тестированием мы проверяем работоспособность программного обеспечения после его запуска, то есть в момент его работы. И что же такое динамическое тестирование? Это процесс тестирования, который направлен на анализ работающего программного обеспечения. Выполняется после запуска программного кода, а также после завершения фазы статического тестирования. При динамическом тестировании чаще всего используется графический интерфейс пользователя, сверяя поведение нашей системы с ожидаемым результатом или требованиями. Что же по факту проверяет динамическое тестирование? Можно сказать, что оно делает комплексную проверку как функционального, так и нефункционального поведения системы. Проверяет как систему в целом, так и ее отдельные подсистемы, модули и отдельные функциональные единицы системы, а также интеграцию между этими компонентами. То есть динамическое тестирование используется для проверки того, что программный продукт соответствует требованиям, применяя при этом разные уровни и методы тестирования. Какие же динамические техники тест-дизайна или техники тестирования бывают? Их можно разделить на основные четыре категории. Это техники, основанные на требованиях, основанные на опыте, основанные на дефектах и основанные на структуре. Давайте более детально рассмотрим каждую из них. Техники, которые основаны на требованиях. Это техники тестирования, которые мы можем применить и они помогут нам определить необходимый набор тест-кейсов и тестовых данных для оптимального покрытия требований и для дальнейшей проверки нашего функционала. К техникам, основанных на требованиях, можно причислить такие, как классы эквивалентности, граничные значения, таблицы принятия решений, тестирование перехода в состоянии, варианты использования и причины следствия. Более детально и с примерами мы пройдемся по каждой такой технике тест-дизайна в отдельных видео. Следующие техники, основанные на опыте. Это техники тестирования, которые применяются исходя из опыта тестировщика. То есть знания, навыки и опыт имеют первостепенное значение для условий тестирования и для создания тестовых сценариев. Сюда можно отнести такие, как интуитивное тестирование, его называют или ad hoc, или еще monkey testing, предположение ошибок и исследовательское тестирование. Следующая техника, основанная на дефектах. Это техника тестирования, при которой тестовые сценарии создаются на основании дефектов. То есть такая стратегия использует дефекты для создания отдельных тестовых сценариев от уже имеющихся и не применяется как отдельный подход. То есть по факту такие тесты дополняют существующие тестовые наборы и расширяют их. И последняя эта техника на основе структуры или белого ящика. Такие техники тестирования применяются на основании внутренней архитектуры программного обеспечения для того, чтобы получить набор тестовых сценариев. Их обычно называют методом либо белого ящика или стеклянного ящика. Поэтому важно знать, как реализовано программное обеспечение. Эти методы, основанные на структуре, чаще используются разработчиками на низких уровнях. Но важно не забывать о том, что их можно применять на всех уровнях тестирования. Также тесты, основанные на структуре, это хороший способ обеспечить большую широту тестирования, чтобы измерить какой процент кода был использован набором тестов. Очень старался собрать полезную информацию для вас. Если было интересно, поддержите, подпишитесь на канал и поставьте лайк для того, чтобы оставаться с нами на связи. А я подготовлю еще больше полезных и интересных видео. И мы с вами увидимся в следующем выпуске.